Мы подъехали к Толплаза. Сегодня, конечно, невозможно просто творится что-то на дорогах. И вот эти вот большие траки, грузовые машины, это просто ужас какой-то. Они полностью заторивают дорогу. Кстати, вот это вот Толплаза, они снимают деньги за проезд. А почему они берут с нас деньги? Типа как из соседнего города, да? Типа они построили дорогу, и за это они берут деньги с людей. Называется это Толплаза. Ну, нас должны пропустить быстро, потому что у нас есть такой вот фаст тег. Вот здесь он на окне. Это автоматически снимутся деньги. Поэтому нам нужно проехать через кассу. Ну, а здесь есть соседняя вот дорога. Здесь тоже дают людям проехать. Ну, это типа как... Для кого это, Раджиш? Кто может там проехать? Какие-то VIP, я думаю, только. Типа полицейские разные там. И может быть какие-то политики. Вот я вижу, вот видите, или скорая помощь, эмбуленс. То есть там дают проезжать без никаких препятствий. Повсеместно строят дороги, даже в Райпуре. Хотя в Райпуре и раньше были хорошие дороги. У нас, то в Дурге, в Белаю вообще все строят. То есть наш район теперь будет вообще самый-самый модный. Кстати, скоро будут выборы, поэтому они спешат сделать хорошие дороги к выбору. Вот так. Такая, по крайней мере, польза нам от выборов. Приехали мы уже в госпиталь. Кстати, госпиталь прям такой достаточно большой. И еле-еле нашли место для парковки. Представьте, сказали, что уже все занято прям. Куда? Кассендарь заказан. Кассендарь заказан. Вот нас проводят внутрь в палату. Раджеш, конечно же, представился как доктор. Мы идем в нужное нам отделение. Кстати, по дороге позвонила мама Раджеша. Сердилась очень сильно. Она знала, конечно, что будет операция. Но мы не предупредили ее, выехали. То есть она не знала, когда именно будет операция. Она ругалась на Раджеша очень сильно. Мы уже пришли в какой-то комнате, сидим. Что это за комната, Раджеш? Это мы где-то что, значит, ожидаем пока просто, типа? Я не знаю пока, я не понимаю тех медицинских терминов. Сидим пока, ожидаем. Поэтому мы здесь одни. Мы никого не хотели брать из семьи. И мама, она, в принципе, конечно, знала. Вот меня уже привели в комнату. Кстати, уже 4 часа, достаточно поздно. Операция еще не началась. Не знаю, сколько займет это время. Раджеш подшел пока делать все формальности. Сейчас я вам еще покажу на фронт камеру нашу палату. Я, если честно, уже в приемной там практически заснула. Кроме того, я думаю, вечером к нам придут посетители. Здесь у нас живут сестры в Райпуре. Вот отсюда мы зашли. То есть я смотрю, здесь какой-то обычный шкафчик. Это дверь, кстати, под замком. Вот мой муж пришел. Ну все, Раджеш, все формальности соблюдены. Даже я смотрю, холодильник здесь есть, смотри. Ну это вот две кровати. Одна кровать для меня и для человека, который будет со мной. Есть телевизор. Здесь, кстати, даже есть балкон. Посмотрите. Даже есть балкончик. Можно выйти и постоять на балконе. Ну в принципе неплохая. Неплохая комната. Кондиционер, конечно же. И дополнительная софа, если придут посетители. А они в принципе придут. У нас живет сестра в Райпуре. И вечером она принесет, скорее всего, для Раджеши что-то поесть. Я не знаю, можно ли будет есть мне. Ну вот здесь я смотрю, мусорка есть. Вот этот вот столик раскладной для приема пищи. Ну пока все. Я, наверное, буду переодеваться. Раджеш, а долго еще? Что говорят? Да, то есть доктор делает еще даже другую операцию. Раджеш говорит, доктор делает еще другую операцию. Пока придется ждать. Если честно, я так пить хочу очень сильно. Потому что мне уже сказали, что до 12 выпить последний раз, последнюю жидкость. И все. У меня уже во рту просто вот пересохло. Представьте, я уже 4 часа не пила ничего. И неизвестно, сколько займет еще это времени. Раджеш, сколько уже времени? 5-25. Бог ты мой, уже полшестого. Представьте, я уже не пила с 12 часов дня. Я уже есть хочу, если честно. Потому что я поела только бутербродами легкими вообще. С салатиком, можно сказать. Я уже есть хочу. Я не думаю, что они сразу разрешат мне, да? Да. Я не думаю, что они сразу разрешат мне есть после операции. Там же после наркоза еще отойти будет, занимать время. Доброе утро всем, девочки и мальчики. Вчера операция была у нас вечером. Поэтому очень долго было, конечно. Потом, пока меня привезли еще в комнату, я, конечно, была уже никакая. Поэтому я просто заснула, если честно. Вот сегодня у нас такое утро. Пока свой Крэп Бандетти я сняла. Потому что мне неудобно. У меня есть свои хорошие колготки. Я их сейчас одену. Все вытяну. Вот я сняла свои, видите, вот эти вот винты. Потому что они все равно спадают. Ну, у нас уже утро началось. Нам уже начали приносить потихоньку брейкфест. Я вам покажу, какой больничный завтрак нам принесли. Ну, вот нам принесли традиционную поа и что-то здесь, какая-то чатни. Ну, так как мы не завтракаем, поэтому мы попросили для себя чай. Вот он пришел мой чай. Черный чай обычный. Поэтому пока выпьем чай. Ну, это вечерний наш Тефин ланчбокс. Да, это вот сестра у нас есть в Райпуре. Еду нам вечером принесли сестры. Я уже вам говорила не раз, что у нас есть в Райпуре сестры. Нам принесли мороженое. Баскин Робертс, я, наверное, вы заметили, что здесь у нас, видите, вот с эмблемой Биар. Мы вчера немножко... Мы вчера немножко съели, но оно растаяло. Я не люблю расставшее мороженое. Вот так как у нас есть холодильник в комнате, мороженое в холодильнике. Поэтому попозже, уже после обеда, можем съесть мороженое. Ну, а сейчас мы выпьем чай. Завтрак мы не едим, поэтому завтракать пока не будем. И придет доктор на обходы. Я думаю, после этого мы будем выезжать отсюда, да, Раджиш? Нет, для того, чтобы из нормальной менять. О, 24 часа придется? Да, 24 часа придется нам здесь быть. То есть, до завтрашнего дня? Ну, до вечера, Раджиш, говорит. Да, хотя мне никакой ни глюкозы, никаких уколов по венам не колят. Мне даже сняли, у меня вот было здесь на руке вот это кинуло, но мне ее сняли. Потому что у меня, в принципе, все лекарства, я могу их, ну, пить оральным способом, скажем так. Поэтому, ну, придется до вечера нам быть, значит, придется еще, я думаю, придут сейчас к нам еще посетители, тоже сестры, я думаю, придут. Может быть, еще кто-то. Будем развлекаться, как можем, у нас есть наши мобильники. Вышла выпить чай на балкон, мне принесли чай с имбирем, но черный, кстати, тоже вкусный, надо попробовать приготовить дома. Ну, правда, сладкий, с сахаром, очень сладкий, сладкого чая я не пью, но я уже не хотела здесь никому ничего заказывать, потому что, когда я встаю с утра, мне сразу нужен чай. Здесь как-то все так долго. Я, кстати, забыла свой взять, забыла свой взять чайничек, чашечку, не знаю, что, как я собиралась вчера, но я очень сильно, конечно, переживала. Я была на нервах уже все последние дни, если честно, от нерва у меня чуть крышу не снесло, поэтому я кое-как собралась, если честно, я совсем была не в настроении. Видите, у нас такой вот вид, ну, это задняя часть госпиталя, конечно. Ой, я даже вижу нашу машину. Смотрите, это наша машина, то есть Раджиш поставил ее прямо, ну, да, это наша машина, смотрите. Даже вижу нашу машину, но это задняя часть госпиталя, то я не знаю, что это строится, может быть, еще один госпиталь. Я смотрю, здесь идут какие-то ремонтные работы. Убирают в нашей комнате, кстати, это уже, наверное, раз в третий, это точно, как с утра пришли убрать в нашей комнате, а время только 8 часов, как бы. Постель нам еще не меняли, но я сама им запретила, скажем так, они пришли очень рано, было 6 часов утра, и я сказала, что я не хочу. Пока не надо менять, я еще посплю, поэтому постель нам еще не меняли, вот сейчас придут, еще постель поменяют. Чай хочу я, чай. Ну, нам хорошего кофе чая здесь не дают, они готовят для всех как одинаково, и там очень много сахара, и они добавляли туда джинджер тоже, которого я не люблю. Смотрите, у них здесь разные есть, есть разные вкусняшки, но это всего жареного. Блэк Тинджер, блэк Тинджер Чай, блэк Тинджер чай. Блэк Тинджерburn? Блэк Тинджер, ты далories туда добавляй, без шакар� водолад. Для вас, на пешей парамид 2 кор frequ 180 салушками? Блэк Тинджер, я возьму бр almighty кол Constantиного это vere, кухню, х Pere, б лэк Тинджер. Хай мне слечу к чай бсе, как и дарь vais, расстрел по тюбеку, и платим для многих грех, но не считается в самокладerie. Раджиш хочет что-то позавтракать. Я завтракать не буду, но объясняю им, какой я хочу чай. Кстати, черный чай, вот именно лимонный, это большая очень проблема. Ну вот и тли ешь, Раджиш. Только не ешь ничего жареного, я тебя прошу. Ты себе кофе заказал? И вот я ему на пальцах объясняю, что ты мне ничего особенного там не требуется. Ты мне только свари воду. Да, пусть поубирают. Ну да, поставим, брали, пусть вытрут хорошо. Очень грязные столы, не знаю, они вообще тут убирают или не убирают, я вообще не пойму. Если человек встал, поел, смотрите, вот грязно. Там тоже чай разлит, грязно. Ну, короче, я не знаю. Сэр? Антисанитария какая-то полнейшая. Десять раз убирали уже у нас в комнате, вытирали пол. Ну, кстати, ни разу не вытерли ни ручки, ни одной ни ручки не вытерли. Вот столы не вытирают. Вон, видите, посидел, выпил чай и в кустики. И в кустики засовывает свой стаканчик, вон, в кресле, который сидит человек. Вот, кстати, наша машина, Раджиш, здесь потом перестал. Вчера он поставил на чужое место, на место доктору, которые здесь работают. Поэтому, конечно, убрали потом его машину. Смотрите, здесь скорая помощь. Ну, это большой госпиталь считается. Это не маленький госпиталь, смотрите. Очень большой госпиталь. Здесь даже вот Юнит-2 есть, может, даже Юнит-3 есть. То есть здесь несколько таких вот зданий высотных, да, вытирают нам стол. Так вот, я говорила вам о чае, что я ему на пальцах объясняю. Я говорю, ты мне просто дай чашку кипяченой воды, туда обычный пакетик чая положи. И несколько капель лимона. Все, это все, что нужно для приготовления черного чая. Но я вот не знаю, им прям не доходит для них приготовить черный чай. Это какая-то вообще проблема какая-то большая. Ну, вот убрали все-таки, наконец-то. Может, просто так, конечно, получилось, что мы пришли сюда, и было грязно. Я не знаю, убрали все-таки. Но все, все равно я считаю, что это должно убираться вот прям сразу. Что это все должно убираться сразу. Как только человек встал и отошел, да, должен вытираться стол. Но это я так считаю. Как считают они, ну, здесь варят молоко. Это же отсюда, я так понимаю, всех кормят нас. Ну, мы в принципе и не ели ни разу. Мы не ели ничего. Поэтому мы пришли. Говори, ну, это видишь, Ажи, то, что они нам в комнате поставили. В комнате позвали. Здесь. Это я обожглась, Раджеш. Ну, это притронулась. У меня такая кожа тонкая, чувствительная. Я притронулась немножко к сковородке и сразу прилипла. Это же отсюда, говорю, они нас и кормят, Раджеш. Отсюда они нас и кормят. Давай на свежем воздухе садим. Зачем ты там под навесом? То есть то, что здесь есть, то они тебе и дадут. Они отдельно ничего здесь не готовят. Это тебе не как в ресторане. Поэтому выбирай из того, что есть здесь. Раджеш все-таки не выдержал и взял себе и тли самбо. Предлагает им не поесть. Вкусно? Вкусно, действительно. Попробовать у меня. Ну, просто, что это из гороховых все сделано. Потом. Сейчас попробую. Ну, неплохо. Неплохо. Давай поднимемся вверх. Там тоже кентин есть. Может, там что-то вкуснее есть. Поинтереснее. Ну, мы уже выезжаем из больницы. Девочки и мальчики. Я, конечно, выгляжу не очень. Хотя операция считается не очень сложной, скажем так. Но все равно, конечно, мне больно. Ноги у меня опухшие. Поэтому, конечно, чувствую я себя не очень. Сейчас у нас уже вечер. Как вы видите на улице, совсем темно. Пока еще доедем до Дурга. А мы в Райпуре. Это соседний город. То есть при теперешних трафиках, да, вот пробках на дороге, конечно, нам займет часа два. Не меньше. Ну, в общем-то, едем домой. Не захотели мы оставаться в больнице. Нам предлагали еще эту ночь, скажем так, переспать. Ну, завтра понедельник, разрешу на работу. Яночка у меня тоже одна дома. Ребенок тоже переживает. Она хотела поехать со мной в больницу приехать. Говорит, я буду с тобой. Но мы ей, конечно, запретили. Зачем? Это ни к чему. Сейчас я планирую по дороге остановиться где-то, купить фруктов каких-то. Мне хочется фруктов. Знаете, хочется чего-то такого прямо вот сочного. Яна заказывала тоже сливы. Посмотрим. Где-то остановимся в хорошем месте. Наберем фруктов. Ну, и, конечно, возьмем еды домой из какого-то ресторана. Я готовить не в состоянии. Ну, вы не думайте. Семья, конечно, спросили. Они у нас звонили. Спросили, будете ли вы есть, что вам готовить. Ну, просто мы индийское такое, знаете, уже ели здесь. И по воскресеньям обычно мы любим что-то, ну, как выходной. Поэтому хочется, конечно, из ресторана что-то заказать. В общем, муж меня уже посадил в машину. Сам он быстренько сейчас там что-то надо было подписаться. Какую-то подпись поставить. И, в общем, сейчас он придет. И все. И мы отсюда уже уезжаем. Сегодня целый день были гости. Я не знаю, говорила вам или нет. В Индии очень принято. Вот когда лежишь в больнице, приходят много вот родственников. А родственников у нас очень много. Я вам не раз. Вот так лучше. Я вам не раз уже говорила, что у нас и в Райпуре родственники, и сестры, и их мужья, и братья двоюродные, и троюродные. У нас родственные связи очень сильно чтятся и уважаются. Поэтому даже троюродные навещают. Приходят в гости. Приходили с Ирой Солоком тоже мои друзья. Кстати, принесли мне сегодня пирожков с картошкой жареных, от которых я уже давным-давно отказываюсь. И сама уже давным-давно я себе не готовила. Поэтому вот сегодня побаловали меня такой вкусняшкой, можно сказать. Поэтому целый день я, конечно, от гостей, если честно, порядком устала. Ну, так и есть в Индии. Причем палаты здесь открыты. Люди знают, что здесь все друг друга навещают. Поэтому здесь посетителям дают заходить в палату. Поэтому вот целый день у нас такой был. Все люди приходили. Мы с ними разговаривали, общались. И я немножко подустала, если честно.